Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Для начала сегодняшнего репортажа я хотел бы вспомнить старую советскую шутку, которая появилась после 5 декабря 1991 года, когда руководитель в то время службы безопасности Советского Союза, тогда она называлась Межреспубликанская служба безопасности, Вадим Бакатин, во время приема в американском посольстве передал послу США Роберту Страусу схему прослушки в только что построенном новом здании американского посольства. Шутка была такова. Ты слышал, что советские ученые разработали уникальный строительный материал под названием микробетон? Нет, не слышал. А еще он состоит 90% микрофона, 10% бетона. Так вот, в Skyway разработан уникальный состав, который позволяет производить рельсобетон огромной длины. Текучесть как у кефира, прочность, ну собственно, как у железобетона. Сегодня мы с вами побываем на испытаниях этого уникального состава, но прежде небольшой исторический экскурс, чтобы вы поняли, каким образом мы здесь оказались. Один из наших инвесторов, Руслан Прокофьев, обратился к вам с вопросом. Здравствуйте, уважаемый Анатолий Эдуардович. Я инвестор проекта Skyway. Хочу спросить, как долго рельсы струны могут существовать, если бетон, который находится внутри, будет разрушаться от вибраций транспорта? Не воспринимайте как критику, просто хочу узнать, в чем я ошибаюсь. С уважением, Руслан. Я как раз воспринимаю это как критика, потому что в вопросе содержится и ответ. Будет разрушаться. Бетон на самом деле не будет разрушаться, потому что он находится в замкнутом объеме. Ведь даже масло, которое не имеет ни сущей способности, в гидроцилиндре, где давление 1000 атмосфер, не разрушается, потому что он находится в замкнутом объеме. Бетон в струнном рельсе находится в замкнутом объеме. Поэтому для того, чтобы образовалась трещина, нужно увеличить объем. А увеличение объема препятствует стенке. Это одна причина, почему в трубобетоне бетон не разрушается. Это так называемый трубобетон. Другая причина и отличие, допустим, струнной дороги от традиционных эстакад, железобетонных, где тоже есть бетон. Широко в мостостроении используется предварительно напряженный бетон, когда арматура, высокопрочная проволока напрягается на бетон. То есть в бетонных блоках, в пролетном строении делается отверстие, туда пропускается арматура, канат, натягивается на бетон, а потом это отверстие бетонироваться. И получается, что бетон в традиционных мостах включен в работу, потому что идет обжатие. Если мы напрягли, допустим, до тысячи тонн арматуру, то бетон будет сжат усилием в тысячу тонн. Естественно, несущая способность бетона важна для прочности. Если он будет иметь низкую прочность, то пролетное строение просто разрушится. У нас совсем другая иная схема работы. Струна, ну та же арматура, напрягается не на бетон, а на анкерные опоры. Анкерные опоры стоят на расстоянии 3-5 километров друг от друга, а в промежутке стоят обычные опоры, поддерживающие опоры. И усилие напряжения струн воспринимает земная кора. Ну, на земной коре стоят все здания и сооружения. Вот это здание стоит тоже на земной коре. Все мосты, да. То есть естественно, что эти нагрузки воспринимают земля. И вот эти продвольные усилия в струнном рельсе воспринимают не бетон, а анкерные опоры. И бетон здесь выполняют совсем иные функции. И даже видно с этой конструкции струнного рельса. Ну, один из вариантов. В разрезе. Это в масштабе один к одному. Видите, струны еще механически закреплены. Там есть и вертикальные крепления, просто они не попали в разрез. Поэтому струна механически закреплена относительно корпуса. Бетон вообще-то и не нужен, по большому счету. Но только распределяют нагрузку, причем эти напряжения очень маленькие, поперечные нагрузки. Где-то усилие напряжения в бетоне порядка 2 кг на квадратный сантиметр. Хотя мы используем более прочный бетон, марки 200-300-500. Поэтому бетон никак не разрушится. И его прочность не важна для струнного рельса. Он выполняет совершенно иные функции. Вот я беру, допустим, трубчатую конструкцию, пустотелу. Как обычно так и строится. Не заполняются конструкции труб в каких-то кракасных строениях, допустим, в дермах. Ничем, да? Если, допустим, этот стержень сжат, то, видите, стенки неустойчивы. Удар, удар, смяли и сломалось. А тебе представьте, что здесь есть наполнитель. То я не со мной. Удар кувал, да не знаю. Трактор может ехать там. Подъемный кран, часто стрела попадает в путевую структуру. Ну, были случаи, когда монорельсы в дорогу, стрела крана и транспортное средство. Ну, монорельсы сошло с пути, да, потому что ударилось со стрелой крана, да. Удары могут быть. И тогда, если мы не заполним наполнителем, то конструкция может быть смятой и просто будет разрушена. Значит, вот эту функцию выполняет бидон. Вторая функция тоже очень важная. Сталь корродирует. Причем очень интенсивно. Где-то за год 1,1 миллиметра, ну, всегда от толщины коррозии. И в мостах стальных это очень серьезная проблема. И уже давно, в частности за рубежом, вот я в Лондоне знаю, перешли на кондиционирование внутренних поверхностей пролетных строений. Там большие пролетные строения. Это обработка, да? Нет, кондиционер ставят, чтобы воздух был не влажный, а сухой. Стоимость кондиционера 5-10 миллионов долларов. Бетон здесь выполняет функции, здесь есть ингибиторы коррозии, чтобы сталь не корродировала изнутри. Да, вот вторая функция, антикоррозийная. Третья функция тоже очень важная. Когда японцы стали строить скоростные железнодороги, Синкансан, сейчас они построили тысячи километров, и у них возникла проблема. Они стали строить путепроводы, мосты из стали, стальных конструкций, и от населения пришли письма в правительство закройте эти дороги. Мы не можем жить рядом. Ужасный шум, колоссальное количество жалоб, потому что эти мосты звенят очень сильно, да, шумят. Ну, подойдите вот к стальному столбу, ударьте молотком, будет звенеть минуту. Как колокол. Да, а ударьте по железобетонному столбу колоколом, бум, и не будет, да? Почему? За счет сил внутреннего трения эти колебания гасятся, и шум гасятся. Причем здесь подробно на специальный состав, имеющий разные минеральные частицы разных размеров, чтобы перехватывать разные частоты, чтобы на всех частотах, которые возможны, да, звучание, эти звуки перехватывались, да. И вот когда японцы, вот, правительство получило эти жалобы от населения, что только проектировщики не пытались сделать. Они покрывали полиуретаном, покрывали резиной конструкции. Они все нашумели. Я могу сравнить это с тем, что Синкэнсэн, путевая структура, звенит как пустой бокал, а путевая структура Skyway звучит как бокал наполнен. Хорошим грузинским вином. Но белорусского пока нет, поэтому. Но у нас будет свое вино Skyway на каких-то парахе. Мы виноград тоже ссадим. Не зря я пришел к вам на работу. Так вот, что только японцы не делали, не получилось, и они запретили законодательно строить мосты и путепроводы на скоростных дорогах и стальных конструкций. Они строят тысячу из бетона. Так что можно быть спокойным за бетон. Он не разрушится и простоит не сто лет, а и тысячу лет. Потому что он защищен от механических воздействий. Для испытаний в этот день сотрудниками лаборатории Skyway были приготовлены пять видов бетонной смеси с различными реологическими свойствами, что крайне важно для определения будущего качества бетона и струнного рельса. Поэтому невозможно переоценить важность информации о свойствах смеси, зависимость их от различных факторов, равно как умение управлять процессами ее приготовления, затвердевания и производства готового изделия. Наиболее важным свойством бетонной смеси является удобоукладываемость или формуемость, то есть способность растекаться и принимать заданную форму, сохраняя при этом монолитность и однородность. Она определяется подвижностью или текучестью бетонной смеси в момент заполнения формы и пластичностью, то есть способностью деформироваться без разрыва сплошности. Для испытания поведения бетонной смеси в требуемых условиях в научно-исследовательской лаборатории были приготовлены пять авторских рецептов Skyway с различными реологическими характеристиками, такими как предельное напряжение сдвига, вязкость и период релаксации. Для полной оценки бетонных смесей в дальнейшей организации производства струнных рельсов испытывались такие их свойства, как уплотняемость, однородность, расслаиваемость, изменение объема в процессе затвердевания, воздухововлечение, первоначальная прочность, возможность прокачки на большое расстояние и многие другие. Для этого на территории завода БСИ была сварена имитация рельса струнной путевой структуры длиной 100 метров, установлены необходимые контрольно-измерительные приборы и коллективы конструкторского бюро, а также лаборатории под руководством генерального конструктора Skyway Анатолия Эдуардовича Юницкого. В течение рабочего дня прокачивали через нее пять видов бетонных смесей, изучая их свойства, обусловленные сложными физико-химическими процессами в них протекающими, ибо любая бетонная смесь представляет собой сложную многокомпонентную систему. Будучи помещенной в пространство ограниченная конфигурацией струнного рельса, а также вследствие наличия сил взаимодействия между дисперсными частицами твердой фазы и воды, эта система приобретает связанность и может рассматриваться как единое физическое тело с определенными реологическими, физическими и механическими свойствами состава, вязкости и веса. Вот это жидкость, которая кому-то покажется не очень приятной на вид, для нас самый большой праздник сегодня, потому что она свидетельствуется о том, что эксперимент завершился весьма успешно. Это не просто раствор или смесь консистенции сметаны, это результат многих месяцев тщательных разработок труда коллектива целой лаборатории Skyway. Субтитры создавал DimaTorzok Антолий Эдуардович, будьте добры, расскажите о сути проводимого сегодня на территории завода эксперимента. Мы моделируем прокачку бетона по путевой структуре. Дело в том, что полости струнных рельсов должны быть заполнены специальной бетонной смесью. И от этого зависит прочность путевой структуры, ее долговечность. То, что у бетона много функций. И одна из функций, о некоторых из них я ранее говорил, а я скажу сейчас о дополнительных функциях. Бетон имеет специальный состав, который может задержать пулю, если она пробьет, допустим, стенку, стальную стенку. То есть она будет защищать струнные элементы от удара, от разрушения. Потом бетон имеет определенный модуль упругости. И при работе конструкции струнной фермы или струнного рельса на изгиб, бетон будет придавать прочность конструкции и будет заменять сталь. И тогда меньше нужно сталь, и конструкция будет дешевле. И мы здесь моделируем прокачку на большие расстояния, потому что технология должна быть простой. И желательно разработать такую смесь, чтобы мы могли бы прокачать ее от анкерной опоры до анкерной опоры. Это 2-3 километра. Поэтому смесь бетона должна быть текучей. Она должна иметь пластификаторы, специальные наполнители. При этом она потом должна быть прочной, долговечной и так далее. И мы разработали несколько составов смесей. И сейчас эти все смеси прокачиваем через аналог струнного рельса, через трубу. Внутренняя полность у нее небольшая. Где-то 60 на 120 миллиметров. Здесь длина 100 метров. Мы меряем давление в начале, в конце. Поэтому мы знаем перепад давлений. И уже потом можем спрогнозировать на большем расстоянии прокачку смеси. Скажите, а мы специально стоим так, чтобы не видеть показания манометра. Это потому что информация секретна? Да. Да. Это промежуточный манометр. Мы по перепаду давлений определим на 50 метрах, какое давление нужно создать, чтобы прокачивать. А потом уже можем спрогнозировать на 2-3 километра. И у нас есть составы плотные, есть легкие составы, плотность 0.500 килограмм на кубический метр. Мы тоже эти смеси будем прокачивать. А как много смесей вы планируете прокачать и проверить сегодня? Сегодня 5 составов планируем. То есть это работа на целый рабочий день? При этом, несмотря на то, что смеси жидкие, они все должны быть жидкими достаточно, например, самая жидкая смесь по виду напоминает кефир. По текущей. Тем не менее, бетон будет прочным, марка где-то 500. Вот, кажется, вторая смесь уже прибыла. Да. Да, вторая смесь. То есть мы делаем полноценный бетон, не кого-то ослабленный, да, а полноценный, который можно использовать в конструкциях, в литых конструкциях. В этой смеси еще есть преимущество. Беря от того, что она очень жидкая, можно делать костенные конструкции. И эта смесь, чего многие не могут добиться, а мы этого добились, она самоуплотняющаяся смесь. Для того, чтобы ее оплотнить, нужно ее выближивать, она сама уплотняется. Типа самоневизирующегося пола? Да. Понятно. Да, и парню важную работу подносить патроны пулемета. Короче, крайне важная миссия, буду формировать кубики, которые будут потом... Формовать, формировать, формовать. А что с ними потом будет с этими кубиками? Ну, будем потом давить. Давить будем? Да, вот на этом, здесь. Ужас какой. Бедные кубики, ладно. Ну, а проверять же надо. Попробуем их. Так, давайте один, ну, то есть, вы поняли, что вот можно вот так вот... Я понял. Вот отсюда бы, и вот сюда бы, вот так. Отсюда? Ой, поделивение. Ой, ну... Ну, вот так, лично, вот так. Вот так, лично, вот так. А так бы сразу... Сразу два! По центру? Да. Ух ты, так бы сразу и сказали. А я так и намекнула, я не знаю. Да я намеков не понимаю. А, надо по праву, да? Тихосенько, так, еще капельку. Так, 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 так. Еще? Да, он сейчас сядет еще. Так, все, переходим к этому. Ну, просто с таким бетоном не работала первый раз. Нравится вам такой бетон? Ну, такой лучше. Он хорошо так ложится в форме. Самый уверен, что... Да, 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 да. То есть, ну, все. Ой, тут столько всего, мама. Как-то без. Ну, я предположил. А вы разверлили, мы предположим. Нет, там много... Я, правда, не знаю, там ребята сыпали. Дозировку не дали, это, наверное, секрет. Конечно. Все, все красиво, все нормально. Сейчас он сам еще... А это тоже наши? Да. Это вот первый замес. Это вот такой же, как это, только там одна составляющая, другая. А здесь вообще легкий. Здесь целое ведро я вот так взяла и понесла. Молодцы, это же не весело. Серьезно. О полученных результатах сразу же после испытаний рассказал инженер-технолог, один из непосредственных разработчиков специального бетона для производства струнного рельса, Виктор Долгий. Виктор, добрый день еще раз. Добрый день. Как говорится, усталые, но довольные. В конце дня, в конце пяти прокачек, пяти смесей, пяти экспериментов. Предварительный итог. Расскажите, пожалуйста. Предварительный итог. Вот только мы закончили прокачивать последнюю пятую смесь. Прокачивали три смеси тяжелые и две легкие. Бетонная смесь прошла, так сказать, идеально и без всяких проблем. Это тоже мы ожидали такой результат. И эксперимент подтверждает, показания датчиков показывают то, что на 900 метров тяжелой смесью мы прокачаем единоразово. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за новостями на сайте группы компаний. Поддерживайте наш проект. И тогда будет неважно, оптимист вы или пессимист. Ибо в компании с Юницким ваш бокал всегда будет полон. Строй Скайуэй. Спасай планету.